блендер 281 давайте в этом ролике попробуем сделать гражданке походку погнали разбираться что тут да как вот такая гражданка заходим ос мод n панель включу видимость нажимаем их клавиш чтобы вам было комфортней жму n вот в левой стороне появились клавиши нажимаемые и нужно сделать походку используем единицу на нампаде тройку на нампаде семерку на нампаде нам под правой рукой именно клавиши как прокулятор так что еще так вытягиваем вот эту функцию называется на timeline никак не запомню еще пардонте и заходим вот находим уголок и тянем за угол вытягиваем еще панель нажимаем в edit tape dock shed появляется вот такое окошко здесь будет прописано все наши действия это временная шкала колесико крутим вертим вот так устанавливаем тройку на нампаде первое что нужно сделать шип зажатый колесико выбираем ногу допустим вот эту ногу и уводим ее вперед с помощью вот этого транспоза вот так недалеко вот так чуть-чуть делаем ну и теперь колено находим и колено тоже чуть чуть-чуть подтягиваем следом ставим вот эту ногу чуть назад вот так вот таким образом и немножко колено чуть-чуть выкручиваем назад так ну где-то в таком духе вот таким образом вот так и немножко колено подкрутим смотрим что получилось ну вот такая штука также можно теперь опустить руки нажимаем на руки жмем английскую g вот так и выводим теперь нажимаем теперь нажимаем именно транспоз выкручиваем кисть вот так более естественно будет так вот таким вот образом так теперь можем колесико зажать перевернуть все это дело и клавиши g чуть-чуть так выбираем так немножко вот это дело еще перекрутим вот так теперь опять же колесиком перекручиваем и клавишу g вот так все это дело немножко руку отрегулируем вот так теперь нажимаем на эту руку жмем клавишу g английскую опускаем руку теперь все это дело с помощью транспоза вот так выкручиваем тоже вот таким вот образом и немножко попробуем тоже так подправить опять же g вот немножко подсогнем вот будет нормально вот таким образом как уведом теперь ключицы надо тоже припустить g английского вот так вот и вот эту ключицу немножко тоже джи немножко она как зомбовитая но теперь попробуем не хочет крутить выбираем вот так транспоз немножко немножко не там гнется ну пойдет сейчас чуть-чуть еще подправим выберем вот эту часть и джи немножко вот так вот выкинем вот так расслабим и вот эту руку тоже джи немножко расслабим вот так вот вот она уже более спокойней так вот эту руку можно увести именно к этой ноге джи вот так а эту так и оставим на эту ногу здесь теперь много вариантов можно именно подкручивать таз вот именно по ходьбе вот так вот ставить и немножко выкручивать таз чтобы он вертелся так же работать с головой так же работать с плечами и так же работать именно вот подать вперед где-то подать вперед допустим грудь вот таким вот образом так вот эту вот выбираем и немножко подаем вот так вперед грудь вот и много вот здесь вот вариантов мышц много работает при ходьбе так что вот такая штука ну пока остановимся вот на этой позе так вот эту ногу наверное еще немножко отведем назад вот так и немножко перекрутим вот так где-то все пойдет пока для понимания где-то в таком духе английское а и жмем блок рот прописывается первый кадр переходим на двадцатый кадр переходим на двадцатый кадр теперь вот эту ногу убираем до вот этой ноги опять же можно транспорт использовать вот так вот вот таким вот образом и немножко подкручиваем назад вот так раз и немножко можно так приподнять используем опять же нампад чтобы нога не была высока вот таким вот образом и немножко ее назад выкручиваем вот таким вот образом это тройка на нампаде можно немножко ее еще отвести так же перекрутим наверное таз теперь в эту сторону так вот не сюда а вот сюда и вот так вот и вот эту ногу вот эту ногу поставим теперь вперед вот таким вот образом так вот раз где-то вот сюда и немножко выкрутим колено вот таким вот образом раз и чуть-чуть его подадим вперед вот так теперь вот эту руку select box выбираем вот эту руку можно нажать G английскую и потянуть ее вот так вот вперед к этой ноге а эту руку увести именно уже за эту ногу G вот так и вот эту грудь немножко подать теперь назад G вот так вот ну вот уже более-менее еще можно голову поворачивать при походке налево направо там еще руками махать но это очень долгая штука так теперь жмем A и жмем лоб рот вот такая получилась вещь и ставим теперь так вот здесь колесиком перекручиваем колесико перетягиваем чтобы расширить вот эти вот кадры и вот здесь можем перейти на десятый кадр вот так поставить и теперь нам нужно что сделать вот эту ногу вот эту ногу именно левую и поднять получается жмем G и немножко открываем ее вот так от земли и немножко можно транспозом прокрутить вот так вот ну и колено немножко подать наверное вот сюда вот вот таким вот образом все теперь прописываем это дело жмем A и блок рот прописался и этот кадр теперь что нам нужно сделать так нам теперь нужно вот этот первый кадр выделяем его жмем ALT левая кнопка мыши SHIFT D и его перетягиваем на сороковой вот так а вот этот десятый кадр опять же ALT щелчок левой кнопкой мыши SHIFT D перетягиваем на тридцатый вот так щелчок левой кнопкой мыши ну теперь смотрим что тут да как именно вот она гражданка идет что-то как-то она шевелится но у нее вот получается нужно тридцатый кадр нужно переписать ставим на тридцатый кадр и теперь что получается нам нужно вот эту ногу вот эту ногу левую опустить нажимаем на ногу и опускаем вот так и колено немножко уводим назад как оно и было три на нампаде еще ногу можно так колено оставляем а ногу можно еще немножко опустить вот так все нормально так еще единица на нампаде можно ее немножко еще перекрутить вот так вот опустить более будет реалистично так а вот эту ногу нужно теперь поднять и на нампаде выделяем селикбок снимаем выделяем теперь вот эту ногу и получается нажимаем можно так g поднимаем ногу вот сюда это многовато да вот так пониже внутри тут колено сейчас выкрутилось бяда бяда и вот так теперь выделяем колено смотрим чтобы это было именно его колено так ушло куда-то колено ctrl z ctrl z так так заново теперь пробуем попытка не пытка теперь вот это выбираем и теперь g ставим назад единица на нампаде выбираем транспоз опускаем ногу еще ниже колено немножко теперь уводим вот так вот а вот это вот теперь попробуем выбрать колено сразу почему-то его тянет именно к той кости выбираем колено и уводим колено сразу в бок вот так вот и теперь вот эту поднимаем и select box и g опять такая штука что за наказание так выбираем вот эту часть кость куда-то ушла далеко вглубь а ну-ка джи вот нашлась и вот так мы ее сейчас подкрутим так и уведем вот так вперед и вниз сло смотрим что получилось что-то тут не срослось и не сбылось и вот эту ногу g немножко вот так опускаем почему ее так перекрутила вот так подправим не беда select box где-то вот такая штука теперь shift и пардон а и переписываем lock рот и смотрим что получилось нормально ничего немножко кривовато ну зато принцип уже работает вот пока вот такая вот ходьба получилась в следующем ролике попробуем чтобы она шла вперед разобраться как это все дело происходит ну пока вот ноги передвигаются принцип понятен вот такая вот штукенция вот такой вот кадр все это дело можно сохранить очень нужно еще поработать над положением рук груди движения каждой мышцы чтобы голова более-менее так шаталась обувь чуть-чуть более реалистично сгибалась ну словом тут еще есть над чем работать ну пока вот такая вот походка задвигалась гражданка и то приятно все всем пока до свидания